У нас сегодня по плану начало стройки мастерской, но для начала надо расчистить везде снег, чтобы добраться и до досок. Вон там вот платформу вычистить, где будет мастерская. Снега очень много навалило, поэтому сейчас все вместе выйдем и разберемся с этим снегом. Да, никаких намеков на то, чтобы снег закончился. Вон солнышко пробивается, еле-еле видно. Сегодня оно как это, как яблочко такое на небосводе было. Добираясь потихонечку до наших досок, вот уже прорыл траншею. Вот это да, я тебе скажу. Много снега, много. Да, сантиметров так 50-60 наверно, да? Как минимум. Слушай, девчонка пошли в Галинчурку, я там крысу показал. Аккуратней. Ладно, что я хотела сказать. Тебе работники нужны? Да, нужно чуть-чуть помочь. Ну и как будет свободная окошечка, вакансия появится. Мы вот окошечку сейчас выкроили для тебя. Ясно, я найду вам работенку. Отлично. Все, мы пойдем посмотрим, как там животные и придем к тебе в твое распоряжение. Давайте. Там птички такие красивые на деревьях, блин, они такие шуганы, их не поймать. Ладно. Вон там что ли? Да. Ну я не полезу туда, чтобы снимать их. Я подержу. Мамана, но ей неудобно. Ты слишком пулятая, Лати. Это что? Кошен, 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 кошен. Кошен, кошен, кошен. Ой, лака. Добрался я до досок. Осенью нам привозили доски вот эти вот дюймовка и сороковка. Мастерская у меня будет каркасного типа и как раз таки вот эти, ну не почти все доски, но вот эти основные доски будут для нее. Нижняя обвязка будет вот из этих досок 150 на 40. Вот. А потом будут использоваться двухсотки. Я их буду распиливать напополам. Ну и соответственно в качестве стойка у меня будет 100 на 40. Здесь где-то около 20 штук их должно быть, если не больше. То есть напополам это около 40 штук. По идее должно хватить по моим расчетам. С этой стороны дюймовка, она пойдет на обрешетку, как минимум. Ну и может быть еще где-нибудь пригодится. Ого, по колено снег тоже. Я в общем буду вот здесь вот счищать снег вдоль досок и соответственно сверху с шейфера из профлиста. А девчонки здесь пока мне помогут платформу расчистить, где мастерская будет. Да. В три лопаты сразу. В три лопаты. Здесь вот я вот этой, Сонечка там вот той крепкой лопатой, потому что здесь вот мы ходим по дорожке, а туда еще вглубь сантиметров 20, наверное, точно надо. Да, в общем расчищайте, я там расчищаю. Смотри, кстати, просвет появляется. Да, да, наверное, может быть солнышко будет. Но это не точная информация. Ладно, смотри, давай. Ой, ты партики. Давай аккуратней. Давай твои ее сюда мне. Давай, давай попробуем. Давай, давай. Чего это ты здесь бесишься? Как ты думала, что? Кать, я, наверное, заберу тебе лопату. Понятно, кто здесь самый трудолюбился. Ага. Для Кати это аттракцион. Да, Кать? На тебе снег! На тебе снег, да? Вот так я тебе сейчас сломаю. Да, я тебя так сломаю. Сейчас Катя не... Катя не... Ну я сейчас упишаюсь. Я не хочу, упиши. А не хочешь, ну ладно. Тышь! Тышь! Пришлось забрать одну лопату. У Кати ее взял. Потому что больше нету. Потихонечку. О, нормально. Счистим. Опа! Ого! 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 Девчонки не удержались, они устали раньше меня. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну там такой объем снега я не знаю. Я знаю, знаю, знаю. Там еще мы долбим, потому что там где-то вот такой слой снега, он очень... Плотный. Да. Вы молодцы. Приходится тяпкой работать. Тяпкой? Ну да, соня вот это вот тяпкой, а потом лопчик, да? Аааа... Пока тебе снег падает. Ясно. Все, посмотри на сегодня. ну все и там почистили и тут почистили а представляешь как видео сейчас это ты быстро смонтируешь а мы здесь часа два-три наверно но и вскоренько будет да там буквально минуточка и мы все сделали отлично там почему-то вот такой вот слой ледяного ледяной ностоп потом еще много снег может быть ну в общем хорошо что осенью залил тумбы шпильки поставил уже поэтому можно нижнюю обвязку сделать и потом каркас собирать в принципе достаточно быстро помнишь как катя висела здесь да 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 летом это а осень по осени же сидела да 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 напомню кто не знает будет пять с половиной на два с половиной мастерская небольшая но мне хоть ну что ж ты опять застрял смотри сена много чё ты зачем лезешь то ли ты кошку хочешь спугнуть перед тебе внимания не хватает лаки ты за ним следишь да ну подожди и где у тебя здесь уши уши сюда надо пропихивать конечно высунулся а уши торчат подожди по ну все все маки охране смотри если чё поможешь кролику голову вытащить давай немножко поделюсь своими соображениями насчет моей мастерской вот здесь вот сверху нарисовал схематично быстренько нижнюю обвязку будет она из 150-40 как я уже говорил вот это вот вид сверху получается будет у меня мастерская здесь вот размер неверно 2 600 на пять с половиной конечно же возможно кто скажет маленькая но я вроде раскидал все аккуратненько должно помещиться поместиться здесь вот планирую впереди два окна больших здесь схематично одно конечно же ну вот получается здесь будет верстак торцовка ну а все остальное в принципе потом уже со временем увидите в общем сейчас вот буду вот это все делать здесь уже все почищено и как я уже говорил сверху я специально поставил 150-ку я ее буду использовать сейчас на нижнюю обвязку ну вот еще предварительно и вот внизу все вот эти двухсотки надо будет пилить на два два с половиной метра чтобы потом они пошли в каркас то есть одна стена у меня будет 2 с половиной метра вторая задняя будет два метра высотой я знаю что какая-то часть зрителей по представила уже что будет другая вообще не поняла о чем я говорил и они только ждут того момента когда это все визуально будет вырисовываться уже на месте поэтому работаем работаем отлично пока каскадер по традиции я работаю валя готовит валя готовит пирог с мясом и картошкой просто этого работящего мужчину надо накормить и детей понятно там пишут как это столько мучного едите не поправляете вы видели сколько там супруг мой работает сколько он там прибегаю прибегаю как называется погреться и перекусить так что это все расходуется на работе на улице я понимаю что на кадре там не всегда все видно что сколько мы там работали так далее мы там разговаривали с людьми которые нас смотрят они там говорят мы поначалу вас смотрели нам казалось что вы там почти ничего не делаете а по первости мы здесь просто не снимали вот в общем всегда работаем будет в общем вкусный ужин в виде пирога вот такой вот да сейчас потом посмотришь когда он будет готов как будет красиво и вкусно аккуратно готовить пабуретки у нас уже темнеет я вот напилил несколько досок и вот этот узел вот так вот таким образом будет выглядеть с этой стороны еще одна доска все это будет сбиваться гвоздями и потом будет простреливаться отверстие закрепляться соответственно болтом вот но покажу это завтра а и а и и отлично готова и вот это вот готова два пирожка я сюда нажимаешь хотя поставь до пальца аккуратненько у нет горячо лучше не надо сюда нажимаешь и там воздух такой как вулкан что все короче накладываем наливаем чай и что ты даже не будешь показывать что получилось а вдруг она невкусно получилось так а ну-ка вот ой здесь как сочно видишь прям и картофанка так быстренько надо все накладывается это очень вкусно лук то есть лук нету потому что катя соня лук не любит самый смак здесь сыр есть здесь сыр есть здесь ложка соус фарша я же не все приятно все до всем но тоже мы едим и потом работаем нет может уже из него немного отдохнешь ну видео то сразу поработать . пошли кушать это дело посмотри что здесь творится я уже вкушаю предвкушаю вернее у нас уже следующий день хорошо снег не в таком большом количестве идет ведь и в ночью по моему его вообще не было вот утром начал идти вот накидал на доски нарастил удлинитель чтобы подключить к нему дрель и перфоратор пока естественно у меня не подведено сюда электричество и летом я буду копать траншею до получается пристроя и буду потом под землей прокладывать вот такую пандешную трупу она пол 20 диаметра в ней уже про провода проведены но она идет на глиночурку то есть такая же будет и соответственно к мастерской проходить так сейчас в общем все подготовленные доски для нижней обвязки нужно скрепить между собой по две штуки скажет стороны соответственно просверлить отверстие под шпильки и что еще а ну потом выставлять уже лаги ну а дальше стены и крыша так аккуратно так Так. Всё, закрепил все лаги. 590 миллиметров между ними расстояние. С боков, вот с этой стороны и вот с той стороны закрепил уже поперечины, потому что потом до них не добраться будет. С этой стороны пробил гвоздями, вот с этой стороны также будет ещё внахлёст вторая доска к этой. Вот. И прибивал я это всё по три гвоздя с каждой стороны, за исключением центральной доски. Вот она, на шурупы прикручена, с той и с другой стороны, чтобы не увело при сборке никуда. Ну мало ли, гвозди не стянут хорошо. То есть вот это шурупами стянут, вот это шурупами. И по-хорошему вон через одну ещё оба закрепить. Царапа, ты всё мониторишь, смотришь, что я делаю, да? М? Проверяешь или что? Или просто ко мне хочешь на ручки? М? Чё-то сегодня кошки вокруг меня все. Прям как вышел на работу, сразу вокруг меня стали ходить. Проверяю. 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 вроде все кроме одной шпильки попало конечно же не прям по центру на углах нормально в принципе вот с этой стороны одна шпилька осталось не удел потому что я наверное с размерами здесь немножечко накосячил и тумба получилось чуть дальше чем надо было забираю отсюда сто пятидесятку вот она пойдет у меня на крышу и добираюсь до двухсотки вот они отсюда начинаются так сто пятидесятку я принес уже положил ее налоги и кстати забегая вперед кто пропустил это не половые доски поверх лак будет укладываться скорее всего дюймовка 25 соответственно сейчас я ее сюда сложил вот так как она сверху была ну и потом чтоб не бегать за ней постоянно положил брусочки сейчас поверх них положу двухсотку и буду распиливать вдоль начинаем царапах на царапах ты за мной что ли ходишь да ну-ка дай-ка я заберу так понесли что ли ходишь да и так что ли ходишь да и так Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.